Первая тема очень тревожная и мы, конечно, обязаны ее обсудить. В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщили о первой в регионе смерти от клещевого энцефалита. Заболевший подросток из Амурска. У ребенка не было необходимых прививок и организм не справился с вирусом. В Краевом Роспотребнадзоре отметили, что это первый случай летального исхода за последние несколько лет. В 2017 году умер мужчина, у него тоже не было прививки от инфекции. По данным оперативного мониторинга, с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации Края обратились 5766 человек. Из них 1692 дети. Присасывание клещей регистрируется по всей территории Края, кроме Тугура-Чумиканского района. По-прежнему около половины присасывания регистрируется в Краевой столице. Специалисты напоминают, что сезон клещей не закончился и при выезде в лес нужно соблюдать меры личной безопасности. Тему мы продолжим с нашим гостем в студии Андрей Щуров, исполняющий обязанности главного врача Краевой дезинфекционной станции, врач-эпидемиолог Минздрава Хабаровского края. Доброе утро. Есть мнение, действительно, что клещи как бы снижают свою активность, например, в жаркие дни. Сейчас у нас температуры частенько бывают 28-30-32. И вот в этот период люди как-то ощущают себя спокойнее. Действительно ли клещи не проявляют такой активности в жаркую погоду? Или это миф? В большей части здесь есть доля как правды, так и истины. И немножко здесь доля самоуспокоения людей, которые думают, что раз жара, значит, клещ не кусает. Да кусает, но мы же тоже в жару идем. Почему клещу не мешает пойти и напиться кровью? Ну, так вот, если простым языком выражать. Поэтому активность немного снижается, но клещи у нас становятся активны при температуре выше плюс 8 градусов. И эта активность продолжается клещевая до глубокой осени. Пока снег не выпадет, есть вероятность все-таки повернуться. То есть нужно все равно быть настороже и быть готовыми. Но давайте вот мы напомним, я думаю, что многие знают, но все же, если клещ не присосался, если он присосался, естественно, мы идем в лабораторию. Обращаемся в медицинское учреждение, снимаем клеща и стараемся отправить его на исследование. Так, если же клещ не присосался, но был контакт с кожей, и у нас есть возможность его взять, там, какую-то баночку разводить, нужно ли его нести? Желательно, конечно, отнести, чтобы знать, ну, что в этом клеще было. И раздавили вы его, не раздавили. Мне был известен случай, ну, вот в моей практике, когда я работал врачом-эпидемиологом, заражение пациента из-за того, что он снимал со своей собаки клещей, бил их палкой, и та кровь от разбитого клеща попала ему на слизистую глаза, и человек заболел клещевым энцефалитом. Это было, правда, очень давно, но, тем не менее, такой факт инфицирования через слизистую никто никогда не отменял, и он всегда существует. Также можно заразиться, употребляя в пищу некипяченое козье, коровье молоко, сейчас летом. Все-таки необходимо кипятить, потому что, ну, все мы знаем, что вирусы гибнут при высоких температурах. Может быть, не обязательно доводить до кипения, но пастеризованное молоко употреблять надо. Ни в коем случае не рисковать, даже если это своя домашняя корова или коза, если ты еще и не привит, то вероятность заболеть клещевым энцефалитом очень-очень большая. Хотя, ну... Может ли контакт с клещом остаться незамеченным? Допустим, действительно клещ присосался, сам по себе отвалился, но что потом может происходить с человеком? Ну, потом может происходить с человеком, как бы, событий может быть несколько. Это может быть как клещевой энцефалит, и могли не заметить. Это может быть и ламборолиоз, и другие трансмиссивные инфекции, которые переносчиками являются клещи, а их довольно-таки большой перечень существует. То есть не обязательно человек ощутит вот это пощипывание, покалывание? Не обязательно. Ну, у всех же разная чувствительность. Может быть, у человека там какое-то имеется сопутствующее заболевание, да? Как бы... И он может, ну, в этом участке может быть снижена чувствительность. Но либо клещи, он... Наибольшая доля инфицирования и попадание вируса в организм происходит именно при первых секундах, минутах укуса. А потом он начал, ну, не успел, там сказать, качественно зацепиться. Но обычно клещи все равно как бы цепляются, не позволяет ротовой аппарат зацепляться. Ну, произошло. Ну, всякое бывает. Сняли там механический, там, сапог был одет, еще что-то. Поэтому как бы возможен вариант, и человек может просто не заметить. Вот энцефалит все-таки самое страшное заболевание. Сегодня мы уже говорим о летальном исходе, к сожалению, при том это произошло с ребенком. Как проявляются симптомы? Что с человеком происходит, если вдруг это действительно клещевой энцефалит? Симптомы здесь, клиника какая будет, прежде всего, картина. Это, как у всех практически инфекционных заболеваний, подъем температуры до высоких цифр. Озноб, лихорадка, ломота в суставах. То есть, ну, перепутать можно всегда с чем угодно. И сильные головные боли зачастую, тошнота, рвота. То есть, ну, развитие, смотря по какому типу пойдет развитие. Поэтому всегда, никогда не думайте, что пройдет. Если начинаются признаки какого-то заболевания, а здесь идет подъем температуры, недомогание, слабость, головная боль, все-таки обращайте и старайтесь обращаться сразу к врачу, особенно если это дети. Ну, энцефалит – это такое более редкое заболевание, боррелиоз, наверное, чаще встречается. Давайте симптомы и… То, что более редкое, это как бы все-таки энцефалит. У нас пораженность клещей меньше, чем при лаймборрелиозе. Вот мы в крае отмечаем, что где-то лаймборрелиоз у нас пораженность клещей порядка в районе 50%. Клиника лаймборрелиоза, она немножко отличима, всегда образуется, как правило, эритема. Это место укуса и вокруг ярко-красное пятно, но может его и не быть, потому что все индивидуально у людей. Ну, в большинстве случаев все-таки место укуса его видно. Ну, а дальше, как все инфекционные заболевания, также подъем температуры, также слабость недомогания, также боли в суставах, мышцах. А самая опасность от боррелиоза все-таки в чем? Ну, если его не лечить, ну, очень тяжелые последствия возникают для организма. В том числе и летальный исход? Ну, летальный исход исключательно. А какие системы организма поражаются прежде всего? Что затрагивает? Ну, затрагивает, как бы, весь организм в комплексе, потому что последствия такие, что у кого вообще всегда любая инфекционная болезнь бьет туда, где у человека слабое место. Чтобы вот, ну, поэтому и клиники бывают разные, того же клещевого энцефалита, там, по, это самое, и ламборолиоза. И всегда идет поражение именно того, что у человека наиболее, как бы, ну, подъезд. Давайте еще раз, как все-таки предотвратить присасывание клещей? Да, да, как защититься, потому что даже гуляя по городу, в каких-то, бывают какие-то места, которые как-то недолжным образом, возможно, обработаны или вообще не обработаны, можем погулять в городе, там, с собакой, прийти домой и найти клеща. Легко. Прежде всего, это все-таки самые взаимоосмотры. Это и себя посмотрели, и особенно прогулялись по городу, по парку, по скверу, там, где есть растительность. Я не говорю, если прошлись по асфальту, то ничего не будет, а по бульварам у нас пройтись и клеща поймать, это вот сейчас в последнее время, ну, возможно, такие ситуации, потому что это самое, и птички летают, и собачки, и животные бегают, заходят. Ну, как бы, в город. Прежде всего, это вакцинация обязательно. Как бы, вот соби собрались, вот сейчас рябной сезон, ягодный сезон начинается, ну, сходите в поликлинику, сделайте. Всегда есть возможность провакцинироваться, и врач всегда посоветует в поликлинике, как лучше вам сделать вакцинацию, потому что, ну, у всех это индивидуально, кто-то там весной делал прививку, кто-то осенью делал, врач всегда посмотрит, скажет, и как. Это, прежде всего, не специфическая, также профилактика пойдет, одежда, это обработка с соответствующими репеллентами против клещей, где написано, вот, ну, защита от клеща. Обработали одежду, обработали поверхности какие-то там, есть, либо это можно обработать, вот, участки люди обрабатывают свои, вокруг домов, коттеджей и, как говорится, многоквартирных домов. Очень много способов защититься. И, соответствующее, когда мы выходим в лес, еще куда-то, естественно, мы заправляем, чтобы у нас были и манжеты заправлены, и вовнутрь, и в сапоги, и в СУИПС. Способы защиты, конечно, есть, главное их использовать. Спасибо большое за информацию. В гостях был Андрей Щуров, исполняющий обязанности главного врача краевой дезинфекционной станции, врач-эпидемиолог Минздрава Хабаровского края. Субтитры создавал DimaTorzok